Желтый цвет такси, как обязательный, отменен всего полгода назад. А количество легальных перевозчиков стало только меньше. Белые такси уходят в тень. Водителям-частникам стало выгодно скрываться от налогов и вообще не получать разрешения на перевозку пассажиров. Аннулировали все свои разрешения. ИП и Фурманов, Бечурский район 17, ИП и Жунцов, Улан-Удет 29. Сократили свои таксопарки более чем на 50% такие перевозчики, как ООО «Автальянс» аннулировали 32 разрешения из 63. ИП «Саркисашвили» такси-навигатор аннулировали 27 из 59. По сравнению с прошлым годом снижение действующих разрешений в Бурятии произошло на 600 машин. Водители пересаживаются на собственные нежелтые автомобили. Соответственно, растет количество некачественных услуг перевозок. Регистрируются административные правонарушения. Например, в салонах автомобилей нет информации о правилах перевозки пассажиров и багажа. И вообще ездят без опознавательных знаков. Отсутствие на транспортном средстве используем для оказания услуг по перевозке пассажиров багажа светографической схемы легкого такси или опознавательного фонаря легкого такси. «Осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров». Нет и предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. Не говоря уже о нареканиях по чистоте салона и езде не по правилам дорожного движения. «Очень много как раз таки стало машин, которые занимаются частным извозом. И они стоят на местах, где, то есть на парковках инвалидов, стоят на местах, где запрещено стоянки. И здесь как раз таки они сужают движение. Тем самым создают пробки». «Кто у нас все-таки отвечает за чистоту в машины и за техническое состояние автомобиля? Потому что что желтое, что оно зеленое пришло, оно одинаково приходит, безобразное». «Мы просто элементарно пошли на поводу, бомбил. Мы отменили хоть какой-то элементарный порядок, который регламентировал». «Мы тем самым тогда вывели ряд легальных такси, когда они должны были дальше переходить, перерегистрацию, просто в Иркутскую область. Рядом НКАН, Смуйским районом, рядом Забайкальский край. Мы ничего хорошего не сделали». Порядок теперь надо снова наводить. По инициативе депутата Батора Цыбикова сейчас совместно с Минтрансом Бурятии готовится законопроект, регулирующий организацию перевозок пассажиров легковым такси. «Будет разрабатываться законопроект, который будет регулировать деятельность диспетчерских служб такси, а также вносить изменения в ряд уже законов, которые будут регулировать административные ответственности. Вот здесь мы говорим об ответственности за передачу заказа, информацию о заказе нелегальным перевозчикам». Новый проект закона о такси Народный Хурал планирует рассмотреть уже в феврале следующего года. С одном Иртынеев, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ.